Приветствую всех вас, дорогие мои зрители! У микрофона Ровль Ри, и это прохождение Года Фор, Чейнзо Олимпа, Сцепи Олимпа. Мы в Храме Персифона, и... Мне кажется, мы закончили все боевые, так сказать, комнаты, где вы сражаетесь. Да, именно так. И мы уже можем перейти к Желковору по душам с Персифона, и... Ганисцаки встретить Клёпу. Потому что... Клайпи, Клайпи! Столько раз Крадс горел, что-то он в последнее время перестал говорить, но я вам говорю, да, я повторил столько раз слов, говорю, что сейчас мы находимся в роще Персифоны, и, блин, очень красиво, не находите? Крэтос смотрел, и, блин, и, блин, и, блин. Продолжение следует... 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 Как вы желаете. Если Калиопе есть твои настоящие желания, я могу тебе помогать. Но будь осознанна, Государственная Спарта, в мире человек будет страдать из твоего выбора. Мне не важно для мира и его страдания. Где она? Если вы хотите увидеть свою девушку снова, вы должны быть довольны Элезия. Открывай твои оружия от оборудованного дерева, и дай их распространять грехи из вашего прошлого. Только тогда вы будете свободны от ваших страданий, и принадлежащи Девчонки. Всё плохое, а это, по большому счёту, все способности кратуса мы отдадим этому дереву. Даже цепи исчезнут своего рук. Ну, не совсем, но вы поняли о чём я. Ты хорошо делал, кратус. Пойдёте через портал и найдёте единственный, который ты живёшь. Калайоби! Папа? Моя девушка... Почему ты пошла? Я сейчас здесь, девушка, и я не уйду тебе снова. Я смотрю на вас патрицы патрицы за тысячи лет, и это всегда самое. Существу себя перед тем, что нужно для других, всегда был твоя ошибка. Но не важно. Для сейчас вы служёте моё purpose. Атлас, это время для того, что пришло до конца. Титан будет выполнять его роль, и закончить то, что я начинал. Я улетел Атлас. Ты? Как ты патротически разрушил себя, Атлас выполнил его задачу, что я его выполнил. С силой солнца в его руках, это только момент времени, пока он уничтожит пилар, который держит мир. И Олимпус с ним. Но почему? Ты думаешь, что это мой выбор, чтобы убить человека, который я не любил? Жить жизнь, который я не выбрал? Я был уничтожен от одних богов, которые мне впервые видели, но не больше. Когда пилар будет уничтожен, мир будет превратиться в хаос. И что это будет для тебя? Я буду уничтожен от этого милого существования. Я уничтожен, но это мой выбор. Папа, что происходит? Я боюсь. Папа, что происходит? Мы в Элизиуме. Но если мы не отторгим ее сейчас, то она погибнет, вообще испарится. И Кратосу... И она ничего не сможет сделать. Прости, Калиопа. Это реально тяжелое решение. Папа, пожалуйста! Пожалуйста! Прости, Калиопа. Ну, реально. Тут нет... Тут нет хороших вариантов. Дикий Кратос будет постепенно восстанавливать свое здоровье душами тех, кто находит свой лейтиум. Это дико. Ну, что поделать? Ну, он должен стать тем, кто сможет победить Персифону. Он потерял... Из-за того, что человечность в нем появилась, он потерял в своих способностях. Он не тот боец, какой он был раньше. И сейчас постепенно он будет восстанавливать свои способности. Оу-оу! И нам придется прямо в Эллизиуме сражаться. Это, по большому счету, как в раю сражаться, ребят. Это круто же. Клинки еще не до конца прокачаны. Так, вон еще души. Простите. Да, можем отражать. И вот мы получили. Ага, все, походу мы восстановили все способности. Заметьте, как Персифон ничего не делает по этому поводу. И так уверен на своей победе. На самом деле, после такого Кратосу могли просить ма... Мягко говоря, все. Так, тут еще вот... Нет, не ты. Последняя способность. А, нет, еще вот. Простите. Все. Все души Эллизиума, простите, Кратосу, но он хочет вас спасти. Оставшийся. Нет! Позор, нет! В тот момент, Кратос знал, что его мечта не была с Калиопе. С демоком не было такого. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот он собственно Элезиум Часть огромного мира в античной мифологии Где царит вечная весна И где избранные герои проводят не без печали и забот И он по большому счету противопоставляет стартеру Так что это очень классное место Это реально рай Древнегреческий рай Видите какой он огромный Ну он больше конечно чем это поле Но он классный здесь Тоже сделан Красиво Элезий Или Элезиум Еще можно назвать Элезий Это место Где пробегают светло без печальной дни человека Где ни метели, ни ливни, ни хладов зимы не бывает Где сладко шумно летающий Веет зефир океаном С легкой прохладой Туда посылаемый людям блаженным Одиссея Гомера Собственно Блин Если по простому То Интересно еще то что Блин Имя Елисей то происходит Именно из-за слова Элезиум И Елисейские поля Это как раз таки тоже от Элезиума Так еще одна битва Оп Оп Заколебали Реально заколебали Ну без шуток Чуть саблезубой Блин Эта игра под конец Реактивно просто начала Воу Я как-то забыл об этой способности С прокачкой забыл Что здесь есть и другие способности Помимо квадрата Просто квадрат и просто треугольник Да Вот она например И она реально Очень мощная Ну сколько можно лучников Они реально Просто Тратят время Иди сюда Лучники реально Здесь просто для того Чтобы тратить ваше время И мешать вам постоянно Больше они ничего не могут Ну и напоследок Да Воу Мощнейший удар Так же как и это Да Эти приемы классные Забыл я про них даже сначала Так ну собственно Здоровье Магия Чтоб наверняка Ну она у нас есть Так все способности Вроде прокачаны Ничего ж не могло Уйти у нас Да Все нам оставили Как и было Все мы вернули И прибавили Еще почти Десять тысяч Красных сфер Все есть И по большому счету Следующая часть Это Финал прохождения Финальная битва С самой Персифоной И я бы хотел Благодарить вас всех За внимание Поставьте пожалуйста Лайк Если вам понравилось Это видео Оставляйте комментарии Как вам прохождение И Что нибудь еще Просто Очень рад буду Вашим комментариям Подписывайтесь Если вы вдруг Еще не подписаны Все вам хорошего И до скорых встреч В финальном В финале По большому счету Игры God of War Chains of Olympus Цепи Олимпа